Шаббат Шалом Здравствуйте, дорогая община! Я вас всех приветствую в этом зале и еще в одном зале и всех, кто смотрит онлайн. Хочу сказать, что Господь, Он благ. И Он благ во всякое время. Даже если мы живем в такие события, а любое время, любые события, они от Господа. Поэтому мы живем тоже в хорошее время и я думаю, что каждый может сказать, я могу сказать, что Его милость, она не прекращается, Его благость, она не прекращается. И мы видим Его руку, видим Его чудеса. Он никогда никого не оставил, даже вот в это время, когда мы находимся. Поэтому Господь благ. Так. Слава Богу, друзья, я хотел бы поделиться словом. И тема моей проповеди называется «Вкладывай в свое будущее». Конечно, мы можем задать вопрос «В какое будущее?» Может быть, у кого-то уже этого будущего нету, живя в такое время, все крушится, все валится. Вообще, о каком будущем ты говоришь? И сейчас этот вопрос, он где-то стоит главным. У меня на работе многие говорят о том, что куда вкладывать деньги. Ну да, у кого, кстати, они еще есть. И этот вопрос такой главный. Куда же вкладывать? Вот туда, там может что-то там посыпаться, туда вкладывать тоже. И такой страх. А некоторые, кто уже вложил, кто вложил уже свой вклад, они просто боятся, думают, Боже, как же мне вытащить то, что я вложил? И вот вопрос, да, куда, в кого, во что нам вкладывать? Ну, конечно, можно говорить, да, о работе. И в работу тоже нужно влаживать, да, ну, как бы влаживать свои средства. Можно говорить об отношении друг с другом. И для того, чтобы у нас были отношения, да, с друг с другом, это тоже нужно, ну, вкладывать, нужно эти отношения выращивать. Мы можем говорить о вкладе в будущее, как бы, да, в свою жизнь, свое здоровье. Ну, мы видим спортсменов, которые вкладывают, и оно тоже дает свой результат. То есть мы можем вкладывать, ну, во многие вещи, потому что, на самом деле, для того, чтобы получилось что-то, нам нужно в это вложить. Ну, так не бывает. Но я сегодня не об этом, друзья. Я сегодня не о деньгах, не об этом. Я сегодня хочу поговорить о вкладе в будущее, это вклад своих детей. И мы говорим, да, что дети – это наше будущее, да. То есть будущее нашей страны, будущее, вообще будущее, которое будет менять мир. Я бы сегодня хотел поговорить о вкладе в наших детей. И, конечно, можно сказать, что я же вкладываю, как бы, в своего ребенка, да, работаю с утра до вечера, пашу на двух работах, там, ночные смены, для того, чтобы как-то прокормить, одеть, купить то, что необходимо. И это правильно, это нужно. Писание говорит о том, чтобы мы заботились о своей семье. Но также Писание, оно делает огромное ударение о духовном вкладе. Конечно, мы, как родители, очень важно детей воспитывать именно в духовных ценностях. И Писание о том, чтобы мы вклад, то есть передать, что значит, как бы, ну, да, в духовном вкладе, чтобы мы передали веру, веру в того Бога, в Которого мы верим, чтобы мы эту веру передали своим детям. И это очень важно. Вот. И мы потом почитаем в Писании, что это не просто какая-то рекомендация или совет, то есть это прямая наша обязанность, как родителей, ну, передать веру, да, своим детям. Вот. И есть одна фраза интересная, я хочу вам зачитать. Не учите детей быть богатыми, учите их быть счастливыми. Когда они вырастут, будут знать ценность вещей, а не их цену. Это одно, как бы, из высказываний. И я бы хотел бы открыть Священное Писание, да, сегодня был прекрасный комментарий Торы о том, что Священное Писание – это эталон, да, ну, нашего, ну, как бы, вот, путеводителя вообще, да, то есть это как то, что мы должны видеть и делать, то есть это Священное Писание. И вот Священное Писание, я просто хочу сказать, что есть ли в воспитании детей какая-то рекомендация, ну, не то, что в совет, а в Священном Писании, описывается ли это в Священном Писании. И вот я хочу открыть второзаконие, четвертую главу, и прочитать несколько мест Писаний. И вот тут написано, четвертая глава с первого стиха. «Вот заповеди и постановления и законы, которым вел Господь Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею, дабы ты боялся Господа Бога твоего и все постановления Его и заповеди Его, которые, заповедую тебе, ты соблюдал, и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои». И я бы хотел еще почитать шестой и седьмой стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в твоем сердце, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». И вы видите, что Писание, оно говорит о том, что мы должны передать веру в Господа слово детям. Это прямая обязанность. Еще есть много мест Писания, не буду их зачитывать. Помните, когда Бог выводил народ свой из Египта, то есть это о Песахе. И там написано, что когда ребенок, он будет спрашивать, что вы делаете, то ты должен объяснить, то есть объяснить, и потом дальше передать. И мы видим, что Писание, оно об этом говорит. И много библейских сюжетов, много героев Библии, как бы мы видим, они передают свою веру детям. То есть Авраам, да, он передает свою веру Исааку. Конечно, оно как бы не показано, как это все, но мы видим, да, то есть Исаак передает свою веру Иакову. Иаков передает двенадцать сыновьям, которые истали потом двенадцать колен Израилевых. То есть мы видим, что Писание об этом говорит. И мы видим также Новый Завет, да, Брит Хадаша. Вот что интересно, когда вы почитаете Новый Завет, да, вот вы обратите внимание, Новый Завет особенно уделяет месту о воспитании детей. То есть оно особенно выделяется. И вы помните, да, когда Рав Шауль, да, апостол Павел, он говорит о Тимофее. То есть он, что благодаря твоим, как бы, да, ну, родителям, да, там, благодаря маме твоей, да, и бабушке, то есть эта вера передалась ему. Значит, что та вера, которая была в твоей матери и в бабке, я верю, что она в тебе. То есть мы видим, что его родители, они передали веру Тимофею. И мы знаем, что Тимофеев уже в 16 лет, или даже, может быть, еще ранее, он стал, ну, пастором одной из больших церквей. И также Писание говорит, да, то, что кто не заботится о домашних, приранится, как отречение от веры. Здесь говорится о овдовицах, но та же самая, там говорит о том, что они должны воспитывать детей в почитании родителей, да, и в послушании старших. Также, кто имеет, кто хочет иметь, как бы, да, духовную должность, там тоже, да, апостол Павел, в этой же, да, в книге Тимофея, он описывает, что тот, кто служит людям, да, или, может быть, стоит на какой-то боли оппозиции, то есть дети его должны быть в послушании. И мы видим, что, ну, Писание, оно обращает внимание на, о духовном вкладе. И читая все это, создается такой вопрос, да, как передать веру Господу детям? Ну, вы как бы задавали такой вопрос? Ну, иногда, мы сейчас смотрим, что современное общество, все современно, все меняется, все куда-то летит, все обыстряется, детей что-то увлекает, и думаешь, Боже, как передать, ну, веру, да, в свою детям? И есть много учений об этом. То есть я знаю, что вы, вы знаете, вы, я верю, что вы не первый день в Господе, и вы достаточно научены, и есть много учений, есть много семинаров о воспитании детей. И действительно, они очень важны, и они правильны, потому что то, что описывается там, да, то, что говорится, оно прошло какой-то определенный этап жизни. Были какие-то переживания, тот, кто писал, да, автор, были какие-то падения, ну, многое было. Есть много учителей, которые воспитывают, ну, у меня трое детей, у меня прекрасных трое детей, вот, они все служат. У кого-то, возможно, больше детей, вот, и они могут быть, может быть, поделиться чем-то, ну, чем-то, может быть, больше, более важным. Но я сегодня хочу, знаете, моя цель проповеди не повторять то, что, ну, вот, то, что вы знаете, то, что вы читали, не повторить опять, ну, скажем так, те книги, которые там написаны, там, или там какие-то семинары, или то, как у вас, допустим, сложилось воспитание детей, то есть, хотя это очень важно, это нужно. Моя цель, я хочу рассказать о своем опыте, то есть, я тоже воспитывал троих дочерей, и у меня есть свой небольшой, это незаконченный опыт, если я продолжаю, потому что, знаете, те, что когда я готовился к проповеди, ну, в шаббат сегодня, на этой неделе я уже успел один раз поругаться со своей дочерью, и думаю, боже, ну, как это так, вот, готовлюсь это, и тут мы, ну, мы, конечно, быстро помирились, то есть, у нас это очень хорошо получается, получается и первое, и второе, поэтому, ну, да, ну, лучше, чтобы больше получалось второе. И вот я хочу, именно вот моя, как бы, цель не рассказать то, что там, допустим, кто-то сказал, или, я знаю, что вы много знаете об этом, я знаю, что вы правильно сведете и воспитываете, я знаю, что вы научены в Божьем Слове, как нужно воспитывать, и вы прислушиваетесь к своему сердцу, и у вас, возможно, где-то есть какие-то индивидуальные тоже, каждый из вас, но я бы хотел бы, моя цель, поделиться своим опытом. И вот услышал я, интересно, прочитал одну фразу, очень интересную, это африческая фраза, она говорит, не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. И мне эта фраза заинтересовала, думаю, ну, боже, ну, как это, не воспитывайте? То есть там, не воспитывайте детей, потому что они все равно будут похожи на вас. Но там есть продолжение, это не конец. И продолжение такое, воспитывайте себя. И вот эта фраза, она где-то отчеркнулась в моем сердце, потому что я буду делиться своим опытом, и он очень похож на то, как я воспитывал. Хотя было много ошибок, очень много ошибок и трудностей, но тем не менее. И вот я бы хотел, тем как продолжу дальше, рассказать немножко мою жизнь до прихода к Господу. Я родился, скажем так, не в христианской семье. Конечно, все родители верят в Бога, но я думаю, что большая часть из вас родились не в евангельской семье, не в христианской семье. Так что научить именно Божьим принципам не приходилось. Хотя я очень любил своих родителей, сейчас их нету, они в Господе, они отошли в вечность. Но я очень благодарен. То есть как они старались, да, я знаю, что, может быть, они не были там научены библейским каким-то принципам, но они по-своему старались. Каждый родитель по-своему старался. Я не думаю, что родители, они учили детей чему-то плохому. То есть они старались в сферу как бы своего понимания учить как бы хорошим вещам, что это неправильно, что нужно работать, что воровать это плохо, ну и так далее. И я как бы за это благодарен своим родителям. Конечно, потом улица, она внесла как бы свои коррективы в мою жизнь. Пошло уже другое воспитание. Ну, это отдельная как бы тема, я не буду об этом говорить. И потом в 19 лет у меня начинается светлая полоса жизни. Господь привлекает меня к себе. Мне было 19 лет. Это был, по-моему, 1996 год. И что интересно, я попал в очень хорошую церковь, где был очень хороший пастырь. И вообще первый раз я пришел на домашнюю группу. Вот пастырь я говорил о домашней группе. Я первый раз, я еще не пришел в церковь, я попал на домашнюю группу. И попал с улицы. Я не знаю, как отнеслась хозяйка к этому. Но я скажу большая ей благодарность, потому что принять просто чего-то с улицы. Мне просто сказали, что вот там есть домашняя группа. И вот постучи, позвони, тебя там туда примут. Ну, думаю, хорошо. И вот я позвонил, говорит, здравствуйте. Я вот пришел. И поэтому я первый раз пришел на домашнюю группу. Потом меня уже познакомили с церковью, с пастыром. И вот я пришел в очень хорошую церковь, где был хороший пастырь. И там, знаете, было такое, как бы вот учение, такая тенденция. То есть он учил так, не можешь бежать, иди. Не можешь идти, ползи. Ну, раз уже не можешь ползти, тогда, ну, если ты вдруг умрешь, то Господь тебя даже воскресит, если ты ему нужен. Как бы вот в этой атмосфере мы росли. На самом деле он был хороший пастырь. У нас была небольшая церковь, 50 человек. И я, может быть, не помню то, о чем он учил, но важно, что я видел его жизнь. Я видел, как бы, как он живет. Даже вот смотря на наших пастырей, да, в общине. То есть, ну, мы видим, да, кто вот приближенный, как бы в общем, мы видим, что огромный труд они делают. Огромный труд, да, то есть мы это видим, и мы с этим сталкиваемся. И это очень важно. И то, что я видел в нем, то есть я, может быть, не запоминал, ну, как бы, как молодой, еще 19 лет, но я видел, как он живет. А жил он, скажем так, была небольшая церковь, 50 человек. Она состояла, ну, основном из молодых, голодных студентов. Вот, и было несколько пожилых людей, которые жили так же на свою пенсию, и молодые студенты. Откуда у них что есть? Ну, только пыл, вера в хорошее будущее, горы, они могут только горы свернуть, но как бы, а все остальное. И вот он жил. Не было, было тяжелое, как бы, такое время, это 90-е годы. Зарабатывал там, таксовал по ночам, потому что церковь, она не могла обеспечить. Вы можете себе представить? Я думаю, что было много вопросов. Ну, почему, Боже, может, они на своем месте? Я думаю, что и здесь сидящие тоже служители, которые несут служение. Мы же не знаем, да, все, но на самом деле мы не знаем всего, как приходится служить, когда, возможно, нет никаких возможностей. И вот попал я в такую церковь. И вот его жизнь, она повлияла на меня. Я всегда, вот я шел в церковь, у меня вот единственное, что внутри было, это то, как он жил. И потом, идем дальше, потом я познакомился с моей возлюбленной женой. Кстати, у меня не было планов жениться. Это был 2001 год, по-моему, да, если не ошибаюсь? Вот она махает, что да. У меня не было планов жениться, у меня в служении, я был такой завязанный в служении, и все, но моя жена, она изменила мои планы. Вот, и, слава Богу, мы поженились. Это был 2001 год. Интересно, что когда мы поженились, а через время мы пришли к такому пониманию, что мы ставим Бога и Его служение на первое место. Даже, возможно, как бы, ну, там, не Бога, то есть служение. Служение мы ставим, как бы, на первое место, а все остальное, там, работа, и все, оно, как бы, подгонялось под, ну, под наше служение. Вот. И потом начали появляться дети, и они также не стали помехой. Знаете, иногда бывает, я встречаю, говорят, что, ну, что, все уже, у меня вот родился ребенок, там, или у меня уже, у меня уже это, уже я не смогу никуда ездить, не смогу никуда ходить, у меня же дети родились. Ну, все уже. Вы знаете, дети не были помехой. Я помню, что у нас не было машины, у нас было на тот момент двое детей. Оксана занималась, каким служением ты занималась? Библиотекой. Это полные сумки тех книг, потому что там нельзя было их оставлять. У нас двое детей на руках, сзади гитара, потому что, как бы, я учал слово прославление. И вот мы стоим на остановке, мороз, сопли идут с носа, а маршрутка ходила один раз, по-моему, в полчаса. Вот. И вот мы дожидаемся этой маршрутки, я такой радый. Тут кто-то из детей говорит, папа, я хочу в туалет. Я говорю, ну, может, ты потерпишь? Она говорит, нет, я хочу сейчас. Эта маршрутка проезжает, я говорю, ну, что? Она говорит, ну, что, это види. То есть вот так вот мы добирались. Мало кто останавливался, потому что у нас двое детей, эти сумки, эта гитара, я останавливаю маршрутку. Детя говорит, у меня нету места. Я говорю, ничего страшного. То есть вот так у нас была поездка, поход на служение. И дети, они не были помехой. Хотя бабушки говорили, оставьте их у нас, мы там посмотрим. Слава Богу за бабушек. Слава Богу за тех, кто может посмотреть. Но мы, я понял, что дети, они должны быть на служении. То есть как бы, ну, это, я говорю, я говорю о свой, как бы, опыт. Дети должны быть на служении. И это хорошо, когда вы с собой берете своих детей. Это очень хорошо, друзья. Я вижу, да, что, ну, там, благословенный брат Валентин, да, там стоит за камерой, одной рукой держит камеру, в другой руке ребенок его тащит. Я вижу там, да, там, Ирина тоже, стояценка берет своих детей. Я вижу, да, ну, Марина. Тоже все дети на служение. Хотя это сложно, трудно, они отвлекают, так хочется помолиться, так хочется просто отдохнуть, побыть в Господе. Но я скажу, это ценно. Это ваш вклад, ваших детей. И то, что вы делаете, вы увидите в будущее, что, ну, вы не пожалеете. Это очень важно. И поэтому мы брали, как бы, свои детей на служение, вот, и не были помехой. Потом миссия в Любашовку, 2007 год. Когда мы поехали на миссию, у нас было трое детей. И как вы думаете, какие у нас самые были первые помощники на нашей миссии? Конечно же, дети. Они все видели, они везде участвовали. Сначала они были на руках у нас, а потом уже подрастали, уже потом сами. Вот. И они были первыми помощниками. Все, что мы делали, куда мы ни ходили, они были с нами, участвовали с нами. А что мы там делали на миссии? Мы проводили евангелизации, потом Бог благословил, мы открыли церковь, мы служили людям, очень было много малоимущих детей, брошенных детей, которые росли без отцов, там воспитывали бабушки, тети, и, ну, то есть было, ну, как в селах. Потом через время, в 2009 году, старшее руководство благословляет на паспортское служение, меня и Оксану. Мы продолжаем, мы продолжаем служить. И что интересное, что когда мы служили людям, в церкви, у нас было 90% детей. И в какой-то момент я просто понимаю, что нам нужно открывать детское, ну, и влаживать в детское служение. Это был, по-моему, уже 2012 год, мы начали заниматься детским служением. И мы понимаем, что Бог приводит к нам детей. Поначалу мы говорили, что там дети, это хорошо, но надо служить взрослым, но как-то Бог, у Него были другие, другое видение, другие планы. И потом я это понял. И мы открываем детское служение. Через наше служение только по спискам прошло 700 детей, которые услышали Евангелие. Услышали Евангелие о Ишоу и Мессии. Это только по спискам. На самом деле, ну, было больше. Конечно, были свои трудности, были свои сложности, были свои испытания. Не так все, как бы вот, как красиво, ярко я рассказываю, но также много было радости Божьих чудес и Его милости. Наши дети, они видели нашу жизнь, как мы с этим справляемся, и видели трудности и нашу веру. И это не теория, это была, ну, практика. И очень важно, когда мы передаем, ну, детям, ну, свою практику. Помните, в начале, как бы, да, фраза такая, да, не учите детей, они все равно будут похожи на вас. И когда мы просто сами что-то делали, сами служили, то дети, они автоматически становились, видели то, что мы делаем, и делали то же самое. И сейчас, в 2017 году, да, мы приехали в Одессу, и сейчас мы служим здесь. Это такая краткая история, я не буду, как бы, много об этом говорить. И мы сейчас служим здесь, на строй детей, они тоже служат, Дарина служит, Вероника, она сейчас учится в Киеве, тоже она скоро должна приехать, она говорит, я хочу, я хочу увидеть вас и так далее. Юля, то есть, и дети, они как бы выросли, видя нашу жизнь. И я хочу подвести итоги, итоги, как бы, к чему это, это, ну, не конец, у меня еще медленный итог, но, чему, то, что я говорил, да, чему меня научило, и что я, как бы, ну, хочу, как бы, передать вам. То есть, это мой, как бы, опыт, да, то есть, ну, я рассказал, как бы, краткую историю. И первое, что это дети, они будут похожи на вас. Они будут делать, то, что будете делать вы, они будут делать так же. И если мы будем, да, читать слово, если мы будем молиться, углубляться в Писании, они, возможно, будут, они будут это делать. Потому что иногда, знаете, когда мы говорим, так, делай это, а сами мы это не делаем, как-то оно говорит, а, папа, ты же этого не делаешь. Мне бывает иногда, ну, не часто, но бывает задают вопрос, а ты это делаешь? Сразу же, знаете, ну, надо сделать это, а ты это делаешь? Я говорю, ну, делаю, а может быть и не делаю. Конечно же, дети, они не все будут идти по нашим стопам. И мы видим в практике, да, мы видим, что детям, возможно, многих служителей, известных, они не всегда идут по стопам родителей или по стопам веры. Конечно, это, как бы, ну, печально, прискорбно, но все равно у них будет выбор. Когда они видят, ну, нашу жизнь, они видят то, чем мы занимаемся, и, возможно, какой-то у них будет, не знаю, другой там путь, или Бог, Он проведет через некоторый момент и потом привлечет их опять к себе, но у них будет выбор. И это очень важно. Они всегда будут сравнивать то, что, где они сейчас и где, и что они потеряли. Поэтому очень-очень важно, ну, передавать свою веру. Второй момент, тоже очень такой интересный. Не передавайте свою ответственность на других. Мы читали, что, да, ну, в нашей ответственности, да, ну, воспитывать детей. Это хорошо, когда кто-то помогает в этом. Я не говорю, что никто там не должен помогать, участвовать и так далее. Но иногда вот современность, как бы, да, данная, то есть там молодые люди, энергичные, там все как бы в работе, вот, и там заниматься. И, конечно, я хочу сказать, что, конечно, ситуации бывают разные. Разные. Кто-то, возможно, растит без отца ребенка. Вот. У кого-то ситуация может быть разная, и эта мать, она вынуждена идти на работу, она вынуждена работать, чтобы как-то прокормить. И, конечно, она как-то думает, то есть, как бы, чтобы за этим ребенком посмотрели. Как бы, я сегодня не о вас говорю. Я просто говорю, ну, о тех, кто просто, родили, как бы, да, там ребенка, и там куда-то сбагривают, чтобы это вот. Никто не научит их так и не сделает лучше, как вы, и это наши родители ответственности. Да, и няня, это не мама. Это работник, который может, ну, там, поработать на зарплату в какое-то время, но это не мама. Она не будет вникать в трудности, какую-то психологию и так далее. То есть, ну, мама, да, мама, папа есть мама, и няня не мама. Воспитатели тоже не мама. И учителя-то только помощники. Они не мамы, не папы. Они помощники, которые помогут вам, да, там, что-то увидеть или там, помогут вам передать. И, кстати, хочу сказать за наших воспитателей шабатней школы. Я скажу, что когда есть шабатная школа, да, или церквях воскресная школа, это большое благословение. Это реально, ну, большое благословение. И это очень важно и нужное служение, которое тоже нуждается в молитвенной поддержке. Потому что для того, чтобы подготовиться к служению, для того, чтобы сейчас у нас есть новая программа, и благодаря одному, как бы, члену нашей команды, эта программа, она создалась. Скажу, это огромный труд. И я бы хотел бы, да, вот, чтобы действительно вы молились за нашу команду учителей. Потому что сейчас они переживают, сейчас вот мы, сообщение пришло до служения от Ирины. Она говорит о том, что там она опять много как бы болеет и даже, возможно, она не сможет нести это служение. Я скажу, ну, и много-много есть моментов, в которых люди говорят, я уже не могу, я уже, то есть это не мое, там, или я просто все-таки устал или что-то еще. Я скажу, молитесь за шабатных учителей. Потому что то, что они делают, они вкладывают, вкладывают, ну, в ваших, моих, да, то есть, ну, мои уже дети выросли, то есть, ваших детей. Это огромный вклад. Есть определенные трудности в этом, сложности, вот, и иногда они срываются, потому что дети, они, ну, не всегда можно, как бы, да, успокоить там детей, то есть, они иногда, и мы когда собираемся после там служения, там, как прошло, ну, слава Богу, прошло хорошо, ну, слава Богу, там, как бы, осталось же, то есть, иногда бывает хорошо, то есть, это огромный вклад. Они в какой-то степени не обязаны, не обязаны, но они это делают, делают это пред Богом, поэтому цените учителей, молитесь за них, молитесь за нашу команду, за Оксану, да, которая отвечает за это служение, поэтому учителя – это благословение. и мы видим, мы видим, что в Писании, да, Господь, Он именно на родителей возлагает воспитание своих детей, и мы видим некоторые истории в Писании, да, и последствия воспитания детей, и последствия невоспитания детей. И вот одна есть история, она описана в книге «Четвертое царство», вот, очень такая ужасная история, я, знаете, не говорю, что оно там произойдет, если мы не будем воспитывать, но вообще эта история нам многому тоже учит, я как бы, не знаю, Бог побудил меня взять такую историю. И помните, да, история о Елисеи, который проходил город Вифиль, или который пришел в город Вифиль. И когда он проходил, пришел в этот город, то написано, что малые дети, они там смеялись с него, обсмеивали, там говорили «пляшивый, пляшивый», и Елисей, он проклял их, да, и потом вышла медведица и разодрала, там, по-моему, 42 ребенка. И очень ужасная история. Кстати, если дословно смотреть, я читал как бы комментарии, что, потому что эта история, она как-то думает, ну, как так? Ну, как, это же дети, которые, ну, они же там еще совсем дети, они как бы не понимают. Но в комментариях, в толкованиях говорится, что это, возможно, были не дети, это были уже более старшие, то есть были подростки, которые уже понимали, они понимали, что они делают. И вот такая печальная история. Здесь мы смотрим, да, кто виноват, кто виноват. И больше кому они причинили боль, да? То есть родителям, которые, ну, возможно, не воспитывали уважение старших, возможно, не воспитывали детей о том, что нужно уважать, почитать, и вообще как бы слово Божие, оно, воспитанный ребенок в Слове Божьем, он не будет такие вещи говорить. И, конечно, очень такая история. И это важно воспитывать своих детей, воспитывать своим примером. И также мы смотрим библейские истории, где говорится, последствия, когда родители воспитывают своих детей. Мы смотрим, да, что, ну, пример Осии, когда мама она воспитывала, и это был один, по-моему, был один из самых благочестивых царей в Ветхом Завете, и при его жизни там, ну, было как бы все хорошо. Он почитал Господа, он там, он разрушил культ, эти памятники. То есть, мы видим как бы его жизнь, да, то есть, мы, он 31 год царствовал, и мы видим, ну, других тоже, да, то есть, тот же Матфей, когда, ну, мама в него вкладывала, потом, кем он стал. И мы видим последствия. когда мы, когда мы это делаем. И третий момент, я бы хотел бы поделиться, у меня 5 минут осталось, время так быстро бежит. Я бы хотел поделиться третьим моментом, очень важным, и это, оно тоже отпечатывалось в моей жизни. И третий, это посвящение Господу своих детей. знаете, иногда бывают родители, ну, они настолько это сильно, и настолько это важно, иногда родители, они бывают, ну, как бы, не то, что пренебрегают этим, но, думаю, ну, как бы это не совсем, как бы, ну, я там помолюсь, там все, это очень важно. Помните пример, когда мать Самуила, Анна, она посвятила, да, своего сына, да, посвятила Господу. И мы знаем, да, кто был Самуил, да, был пророк и последний, последний судьей, как бы, да, то есть мы знаем, что человек, он служил Господу, он убил Господа, он служил Господу, и это очень важно, очень важно посвящать своих детей Господу. Вы знаете, я очень благодарен своей маме, потому что, когда она видела, что моя жизнь, она катится под откос, она не знала библейских молитв, она знала одну молитву, там, по-моему, от Отче Наш, и просто молилась от сердца. Когда у меня был очень тяжелый, тяжелый период в жизни, она видела, что моя жизнь, она просто катится, она в молитве, это она уже потом мне сказала, когда я уже, я уже, ну, годы спустя, когда я стал верующим, стал служителем, и она мне призналась, говорит, ты знаешь, и она молилась такой молитвой, Господи, я посвящаю, я ничего не могу сделать, я ничего не могу предпринять, я вижу, куда он катится, и она говорит, я просто посвящаю себе, я хочу, чтобы мой сын, он был батюшкой, ну, как бы она по-своему, чтобы он был батюшкой, и там служил тебе, я просто посвящаю, я посвящаю его тебе, и вот такая была у него молитва, и через время, знаете, Бог привлекает меня к себе, и сейчас я здесь, да, я уже был взрослый, иногда, может быть, ну, у кого, может быть, я хочу обратиться к тем, у кого, может быть, дети, знаете, надо, ну, может быть, вы думаете, ну, надо было с самого начала, там же Анна посвятила еще, еще до рождения, это правильно, вот, но я скажу, никогда не поздно посвящать своих детей, даже если они взрослые, даже если они взрослые, где бы они там ни были, скажу, молитва матери, она очень ценна в глазах Божьих, это я могу сказать от себя, я живой пример, и скажу, я пришел к Господу, благодаря своей маме, я бы не знаю, чем закончилось, мы, мои знакомые, друзья, они поумирали, некоторых нет живых, кого-то застрелили, это 90-е года, это, ну, это было такое очень время, ну, вы знаете, кто вот жил в это время, пастор Олег тоже может об этом много рассказать, вот, если бы не Бог, то, да, не дай Бог, и я скажу, я скажу вам, это было очень сложное время, и моя мама вот в это время молилась, и на тот момент мне, мне было 18 лет, ну, где-то, да, ну, мне было в такой возраст, и она молилась, Господи, я посвящаю его тебе, я не знаю, что с ним сделать, он там в тех кругах, он в той компании, это такая ужасная компания, я не знаю, чем, я просто посвящаю его тебе, и вы знаете, какой-то, как-то так получилось, что Бог, он прикоснулся к моему сердцу, и я обратился к нему, и очень важно, дорогие мамы, я думаю, что в конце проповеди, я хочу помолиться за тех матерей, которые, возможно, опустили свои руки, которые думают, что, ну, все уже безнадега, уже нет никакого будущего, я скажу, у нас есть будущее, и будущее, это вклад в наших детей, даже если они уже взрослые, даже если они где-то, ну, потерянные где-то, я скажу, что молитва матери, отца, когда еще это вместе, мой папа, мама там сама молилась, но я скажу, это очень сильно, дорогие друзья, и поэтому не опускайте руки, продолжайте молиться, и посвящать своих детей, даже если они уже взрослые, выросли, имеют свое представление, имеют свое понимание, как вообще жить, и что в этом мире делать, но я скажу, когда Бог, Он касается детей, по молитвам матери, то все это представление и понимание, оно просто, просто куда-то уходит, и поэтому, драгоценные братья и сестры, у нас великое будущее, и мы должны в это влаживать, влаживать в наших детей, когда они маленькие, и, как я сказал, знаете, мы можем, и мы правильно делаем, мы учим, Слову, мы вместе молимся с ними, и то, что вы приводите детей на служение, я скажу, не думайте, что я сегодня, возможно, какой, возможно, ваш ребенок сегодня сорвал вам служение, поклонение, возможно, ваш ребенок сегодня так вел, того, что вы и Слова даже Божьего не услышали, но я скажу, вы правильно сделали, сегодня ребенок срывает служение, завтра он будет стоять здесь впереди, с поднятыми руками и прославлять Господа, я скажу, это стоит того, и самый лучший пример воспитания детей, это когда мы передаем им не просто теорию, а практику, это когда мы меняемся, и дети, они наши, они меняются, когда мы меняемся, поэтому нам где-то нужно менять себя, менять свой характер, благословлять, молиться, служить Богу, если вы будете служить Богу, здесь, и дети будут это видеть, как это нелегко, как вы в мороз едете на служение, у вас там текут сопли, сносы и так далее, или вы там где-то споткнулись, там подсказнулись, маршрутки не останавливаются, я благодарен вам, я благодарен тем, кто остается верным и берет своих детей, своих чад и принесет на служение, я скажу, вы увидите результат, и пусть Бог вас благословит, друзья мои, и я бы хотел помолиться тех матерях, которые, возможно, опустили свои руки, которые думают, что все, я думаю, что не все, я хочу, чтобы мы в молитве просто благословляли и посвящали своих детей, не важно, какого они возраста и где они сейчас находятся, просто благословляли и посвящали. И мы просто благословляли и посвящали. Господи ster tons Most, который умывал многим ученикам, который сказал такую фразу, что я пришел не чтобы мне служить, а чтобы послужить другим. И мы благодарны тебе, Господь, мы своим примером Боже, показал свои жизни, ты показал нам. И мы восторгаемся тобой, Господь, что ты пошел на крест, и ты умер, потому что не твое желание было в сердце, но желание было отца, любящего отца, спасти всех нас. Отец, и мы поклоняемся тебе, и сейчас на этом месте мы создаем тебе славу, и благодарны тебе, что мы верим в такого Бога, который заботится о нас, который любит нас, который пострадал и воскрес и продолжает верить в нас, и продолжает слышать наши молитвы, даже если мы ослабеваем, даже если мы говорим, что все закончено, но ты днешний сил. Отец, и я сейчас молю тебя за твою церковь, за твою общину, за каждого из нас, особенно молюсь за тех матерей, которые опустили свои руки. Боже, я молю тебя, прошу, Господи, поднимите руки, Господь, потому что твое слово, твое писание, твоя тура, она говорит о том, что никогда не поздно, в любом возрасте. Боже, даже если что-то мы упустили, не усмотрели, стерки, какие-то ошибки, возможно, ребенок нашел искать слов наших рук, но мы вновь посвящаем его тебе. Боже, я молю тебя за матерей, отцов, за братьев, сестер, Боже, мы посвящаем своих детей тебе во имя Ищу. И там, где и находится, пусть твоя благодать, пусть твоя милость, Боже, она будет в наших детях. Мы посвящаем их тебе, как посвятила Анна самой. Боже, как посвящали многие и многие матеря, которые верили в тебя и верили в тебя. Я знаю, что здесь есть много матерей, которые сейчас верят тебе, а не доверяют тебе. Боже, мы благодарны тебе, что у нас есть великое будущее и самое, самое прекрасное будущее оно впереди. Боже, мы принимаем решение не опускать руки, но мы принимаем решение поднимать руки к тебе. И что бы там ни было, какая бы там ни была ситуация, мы всегда хотим держать руки к тебе, Господь. Руки к тебе. И мы благословляем. Я благословляю, Боже, труд наших сестер, матерей, отцов. Я благословляю тех, кто, Боже, виводит послушение детей. Я благословляю, Боже, тех, кто, Господи, влаживает, Боже, это последнее свое действие, Боже, и учит их Слово Божие. Благодарю тебя, Господи, славу тебя, я благословляю тебя, Боже, мы благословляем тебя в этом месте, где мы спросим, и мы знаем, что наша молитва, она будет услышана тобой. Боже, мы славим тебя. Шпан, Израэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхат, Парушем, Хевот, Малхуто, Не олям, Вае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова